На уровне здоровья человека. Первая стадия – усталость, снижение работоспособности, страх за свою здоровье, что-то я не могу жить так, как раньше, у меня чего-то не хватает сил. Вторая стадия – нарушение функции, болезненность какая-то, нарушение функции. Третья стадия – хроническое заболевание. Четвертая стадия – на уровне тела – смерть. Первая стадия – на уровне семьи. Страх за мою семью, что-то не так происходит, мы не понимаем друг друга. Вторая стадия – мой близкий человек ведет себя неправильно. Третья стадия – он враждебно относится ко мне. Четвертая стадия – разрушение семьи. На какой стадии у девушки сейчас судьба? На уровне судьбы она на четвертой стадии, то есть переход с третьей на четвертую стадию, идет разрушение семьи временем. На уровне ее работы над собой – между второй и третьей. То есть она не считает, что ее семья разрушена, даже несмотря на то, что человек подал на развод. Даже бывает так, что человек подает на развод и проходит несколько лет, и человек все равно не считает, что семья разрушена. И когда время заканчивается плохое, оно идет спять. Назад все отсчитывается, и человек возвращается назад. На уровне семьи такое возможно. Так сохранить семью. Но не всегда. Иногда не возвращается. Но это вот не ее случай. Теперь, когда в сочетании идет плохого влияния времени на страну и на мое тело, то я в результате болезни вылечитаю быстрее с работы. Почему? Потому что у меня нет конкуренции, я не конкурентоспособный. Я не могу работать так же, как другие люди. На уровне семьи жить тяжелее, когда время плохо на страну влияет, тогда люди угнетены, меньше счастья в жизни, больше страхов, и это все усугубляет ситуацию семьи. Плохо начало время влиять на семью, начинаются процессы разрушения в семье также. Усиливаются. На какой стадии сейчас находится влияние времени на нашу страну? Мы сейчас переходим на третью стадию со второй. То есть у нас были просто поляризации, а сейчас у нас появляются враги уже. Понимаете? Ну то есть перейдет ли страна на четвертую стадию, все зависит от времени. Если время ее будет переводить на четвертую стадию, она переведет на четвертую стадию. Будет война или не будет, я не знаю. Я знаю точно, что вот этот процесс, весь движение времени в плохом направлении будет длиться до марта 17-го года. Это я могу сказать точно. Но понимаете, само движение времени куда-то всегда означает просто необходимость сдавать экзамен. У человека есть две фазы жизни. Одна фаза, он отдыхает от напряжения, и это он считает собственно жизнью. А другая фаза, это когда время заставляет человека трудиться над собой, потому что у него тяжелый период наступает. И Бог считает это собственно жизнью нашей жизни. То есть мы считаем жизнью в тот момент, когда мы отдыхаем, а Бог считает жизнью в тот момент, когда мы напрягаемся. Потому что жизнь человека предназначена для труда сердца, для труда. Она не предназначена для отдыха. Отдых нужен для того, чтобы мы восстанавливались, восстанавливая свои силы. И люди духовно развитые, когда хороший период наступает, они еще больше духовной практикой занимаются, чтобы накопить силы для плохого периода. А люди, которые не знают, что такое правильная жизнь, они в это время расслабляются и теряют силы. И неожиданно потом опять наступает плохой период. Мой друг Ярослав Климанов, он замечательно про вот это вот состояние человека, желание наслаждаться просто жизнью, балдеть, не сильно напрягаться. Это состояние называется сон души. Потому что мы же душа, мы живем вечно. И мы живем вот в этих условиях, вот на этой земле, на этой планете, потому что мы так настроены, у нас такое развитие. И вот здесь люди, они склонны просто добиться того, чтобы жизнь текла спокойно. Она никогда не будет течь спокойно. Хоть у тебя 10-комнатная квартира, хоть 20-ти, хоть у тебя большая машина, хоть маленькая. Жизнь всегда старит тело раз, накапливает трудности в психике два. И так действует время. Но так как человек не знает об этом, он думает, что я сейчас вот построю свои оборонительные рубежи, у меня будет хорошая работа, хорошая квартира, и будет хорошая семья, и тогда я смогу поспать сердцем. Ну, то есть расслабиться и побалдеть. Но, к сожалению, он не понимает, что время же действует не только на его возможности, а также на все пространство, в котором он живет. Страна вошла в плохое пространство, как тут побалдеешь. Все, до свидания. Или семья вошла в плохое пространство, хоть ты богатый, хоть бедный, тебе придется сдавать экзамены отношений. Или у тебя здоровье начало портиться, оно не зависит от того, сколько у тебя денег. Здоровье пришло, время портиться здоровью, психика напряглась, пришло время, и напрячься. Другими словами, что бы человек в этом мире ни делал, он не может поглядеть на ход времени, и события сами приходят в его жизнь, независимо от того, какие могущества, твои могущества и какие полномочия человек в жизни имеет. Какой можно сделать из этого вывод? Что главная нацеленность в жизни человека должна быть на то, на то, что дает возможность побеждать время. И речь идет не о том, что мы сделаем так, что клетки начнут с пять двигаться, и мы становимся сначала молодыми, потом соску вообще будем сосать. И так будет вечно, да? Нет, то есть мы не сможем повернуть с пять движение времени, но мы сможем остановить его колебания. То есть мы можем убрать из жизни трудности. Когда у человека наступает сгущение красок, он может больше заниматься духовной практикой и нейтрализовать это сгущение. А когда у него ослабевает ли они времени, он может также, занимаясь духовной практикой, копить в себе силы на следующий экзамен. Таким образом, первое, что нужно понять, что есть поступки в жизни, которые ослабевают ли они времени. Вот девушка как раз сейчас будет это понимать с помощью своей жизни уже. Моляясь, думая о святости, она может ослабить ли они времени, и мужа потянет к ней раньше, чем ему придет время вернуться назад. То есть она может сдавать экзамены, независимо от того, что он делает внешне, подает на развод, не подает. Потому что часто люди думают, что раз подал на развод, все. Все. Как это в этом анекдоте, да? Бабушка пришла к врачу, все, кончилась моча бабушка. Вам 80 лет. Рассказывает полностью анекдот. Я уже что раз рассказывал, а времени нет. Ну вот я и рассказал. Бабушка пришла к врачу, говорит, я не мочусь. Ну дальше посмотрел, говорит, сколько вам лет? Она говорит, 80. Ну, кончилась моча. Все. Ну вот все рассказал. Я привожу этот анекдот с целью, как бы, дать понимание, что так люди часто относятся к жизни своей. Ну, то есть, мой муж подал на развод, ну все. Ну, даже если ему подпишут там, разведены, от этого что-то меняется, нет. Отношения строятся в сердцах людей. Никто человека не может развести, кроме Бога. Бог соединяет людей. И он же разъединяет. Когда Бог соединяет людей, какие признаки есть этого соединения? Я ухожу от близкого человека, а не уходится. Каждый человек много раз уходил от близкого человека. Ну, хотя бы чуть-чуть. И он не может уйти. Не уходится, он пытается уйти, а не может. Потому что кто-то держит его нитью незримой, он связан с близким человеком, сердце. Эта связь означает не наша сила. Это не мы держим друг друга. Люди говорят, ты что меня держишь возле себя? Он не держит, он не может управлять этими нитями незримыми. Только Бог держит. Он дает человека для того, чтобы мы терпели от него испытания и получали счастье, как награду. Давайте послушаем песню, а то я много говорю, наверное. Ярослав Климанов, мой друг, как раз об этом спел. О том, как душа не хочет трудиться сердцем. Но потом начинает хотеть со временем. И в дом душа, и не... А Бога означает на свою жизнь. А дом — это духовный мир. То есть здесь, в далеком крае. Много раз подряд Попыталась стряхнуть Это на вожденье Роднице прийти Дом родной назад Прийти в себя Старается Но солнце продолжается За жизнью жизнь И как в ряду Она в раю И вновь в аду Снится ей Маскера Головокруженье Никого не узнать Маски норовят Сделать ей то намек А то и предложенье И похоже И похоже Они тоже крепко спят Душа скорбит И мое ца Солнце Продолжается Продолжается За жизнью жизнь И как в ряду Она в раю И вновь в аду Круговед Круговед Крипы стоны Снег Тепл от рождения Бьются слезы Из глаз И в душе Натыва Я скитаюсь Во тьме В полном заблуждении Дай мне силу Мой Господь Я сама слаба Я скитаюсь Во тьме В полном заблуждении Дай мне силу Мой Господь Я сама слаба Прости меня Я поняла Что я в себя Добра и зла Прерви мой сон Позволь мне много Дарить тебе Мою любовь Дарить тебе Мою любовь Это очень сложно Все Понять Что здесь спелось Но надо пытаться Аплодисменты Мы сегодня будем говорить о том, как побеждать судьбу Потому что Приходит время И мы попадаем В эту ситуацию Когда Вся страна Настроение В стране Теряет Теряет Позитивизм Если вы очень Наблюдательный человек Если вы живете В молитве У вас есть Внутреннее Счастье Позитивизм Вы можете видеть Фон Жизни в нашей стране Когда Приехал в Киев Вчера Позавчера Я читал там две лекции Я увидел там фон Фон Отчаяния Обиды Но он уже меньше Становится Потому что судьба Украины улучшается А у нас сейчас этот фон нарастает То есть он увеличивается Фон Я вижу сейчас На ваших лицах Проявление бессилия Какого-то внутреннего бессилия Будто что-то такое мешает Нормально жить Какая-то сила Угнетает В виде денег Которые теряют Обесцениваются В виде Напряжения Обстановки В виде Трудностей на работе Больше И может быть Даже уже трудности В личной жизни Там и так далее Так влияет время И часто люди не знают Выхода Они не знают Что делать В этой ситуации Но Я для этого и читаю лекции Чтобы все время это объяснять Потому что я объясняю Одно и то же Каждый раз И всегда Люди пытаются Это услышать Но не могут Потому что Это очень сложная тема Выход заключается в том Чтобы Почувствовать Чистоту святости Когда человек Начинает Концентрироваться Через звук Через Поклонение Деятельность Деятельность Разума Разум живет В звуке Разум живет В поклонении Разум живет В изучении Жизни Святых людей Принятие в сердце Святого человека Или святого места Поклонение Этого места И когда человек Начинает действовать В этом ключе То он Начинает Контактировать С огромной силой Которая сравнивается С солнцем В древней культуре Сравнивалось С солнцем Потому что душа Это маленькая искорка Солнечная И душа Она когда идет Летит к личному счастью Чтобы у меня все было хорошо Чтобы я Замуж вышла Родила детей Чтобы у меня была Хорошая работа Квартира То есть когда душа Летит вот в этом направлении К личному счастью Она Не может в это время Думать о Боге Потому что она Думает о себе Потому что человек Может любить Или себя Или Бога Одно из двух И когда душа Летит К своему личному счастью Она гаснет Как Квант света Летит от солнца И теряет силу Со временем Но когда душа Поворачивается к Богу Это все равно Что эта искорка Повернулась спять И начинает разгораться Приближаясь к солнцу И когда она Разгорается То влияние времени Как действует Время Есть два типа времени Есть материальное время Есть духовное время Душа Находится В огне духовного времени То есть она имеет Вечную природу Но так как она Привлечена Вот Личным счастьем Которое Осуществимо Только в этом мире В духовном мире Там есть Только счастье Жизни для других Там души не понимают Что такое личное счастье У них есть Только желание Служить другим И все Когда человек в материальном мире Живет только для других Он тоже попадает в духовное пространство Даже находясь здесь В материальном мире Действует материальное время Оно действует на тело И обязательно его старит То есть в материальном мире Время уменьшает счастье Но уменьшает Уменьшает счастье У души В виде стареющего тела Потом душа Раз Восстала И родилась В новом теле Опять С этого момента Тело стареет Маленький ребенок Не молодеет Он стареет Точно так же В единицу времени У нас в психике Копятся экзамены У маленького ребенка Нет экзамена Он чувствует Счастливым Даже если он Имеет болезни Какие-то тяжелые Он это не сильно Воспринимает сам Потому что на него Время влияет по-другому В тонком психическом теле У человека В это время Не так много трудностей Они накапливаются С возрастом С каждым днем жизни У человека Больше экзаменов В психике Поэтому люди Которые не занимаются Духовной практикой Они с возрастом Становятся ворчливыми Злыми Они не могут никого терпеть Рядом с собой Им надо жить одним Чтобы как-то вот Выжить Но когда человек Занимается Духовной практикой Он с возрастом Светлеет У него В психике Хоть экзаменов Все равно Увеличивается Все больше и больше Но его психика Становится лучезарной То есть видите На уровне грубого тела Тоже можно время Сдерживать Не давать телу Дряхлеть так сильно На уровне тонкого тела Можно сдерживать На уровне духовного тела На уровне души Когда человек Занимается Духовной практикой Душа разгорается Огнем Духовного времени Потому что Духовное время Действует по-другому Оно увеличивает Счастье с каждой секунды Духовное время Поэтому так как Душа верит Именно в духовное время Оно верит Что завтра будет лучше Чем вчера Верит что счастья Будет больше завтра Но эта вера Она не согласуется С тем что происходит В этом мире Допустим Девушка верит Что завтра я буду Счастливее Чем сейчас Но красоты то меньше Становится Как ты будешь счастливее На тебя меньше смотрят С каждым днем Ведь это не согласуется С жизнью У нас есть вера Что все будет лучше Завтра А оно Это не согласуется С жизнью Но есть другая жизнь Которая называется Внутренняя жизнь Или духовная жизнь Когда человек Начинает Находить время Чтобы думать О святости Поклоняться Кланяться ей То в это время У него разгорается Счастье в сердце У нас есть Клубы Благость И мы в Киеве Взяли То есть все три Клуба Благость Киевские Плюс Одесские Мы собрались В одном месте Там было 40 человек И мы занимались Два часа тем Что я сначала дал настрой На молитву А потом Мы все вместе В ухо вставили Свой голос Святого человека Потому что у всех Разные веры И начали С каждой свою молитву И мы были объединены Вот этим желанием Думать о святыне Поставили Разные Объекты Поклонения На общий алтарь И начали Вот час Очень интенсивно Молиться А потом мы поговорили О том Какой результат То есть мы Провели такое занятие И люди После этого Испытали огромное счастье Даже просто один раз Они вот так вместе Собрались И они испытали Огромную радость В сердце Все делились Что вот им Очень хорошо Отлегло Вся трудность жизни Отлегла Вся тяжесть Легче стало Это То что происходит В сердце Так же является Частью того Что происходит В жизни Потому что часто Люди Ну думают Что ну успокоили Вы себя там Молодцы Вот А жизнь от этого Не поменялась Для того Чтобы понять Как связаны Эти вещи Нужно тоже Это изучать Я могу вам Примерно рассказать Об этом тоже Потому что я каждый раз говорю Но я хочу еще раз Напомнить Что Есть У времени Как бы Три планки На отношения Допустим Первая планка Это Человек Плохо себя ведет По отношению ко мне Так как я Сердцем связан с ним Нитью незримой В это время Его часть Этой нити Портится Он плохо думает Обо мне Потом постепенно Это переходит На наши отношения То есть я тоже Я не могу С ним нормально Себя вести Хотя до этого мог Несмотря на то Что он плохо Обо мне думает Потом постепенно Я тоже начал плохо О нем думать И получилось Замыкание круга В это время Я испытываю боль От этих отношений Мне не хочется С ним иметь Дел Я плохо только о нем Думаю И у меня в сердце Плохо У него в сердце плохо И между нами тоже Белая вьюга Теперь Что происходит Во время молитвы Это всего лишь Объем работы Время может влиять На отношениях С одним человеком С другим Часто люди Это воспринимают Как насилие Но это не насилие Это просто объем работы Вот когда человек Это воспринял Как объем работы Он сначала С помощью поклонения Очищает чувства К этому человеку Внутри себя То есть он чувствует Что у меня Нормальное отношение К этому человеку Для многих Это будет открытие Что такое возможно Просто подумал О святом человеке Пришло время И раз И ты нормально Начал чувствовать К человеку Но отношений с ним нет Ты не можешь Ему позвонить по телефону И сказать ему Доброе утро Потому что Несмотря на хорошее чувство К нему У тебя нет силы Сила между людьми Находится У тебя нет силы С ним отношения строить Но если ты дальше Молишься Постепенно Такая сила тоже Появляется Это второе открытие Потому что люди Часто думают Что нет и нет Как разбившийся горшок Не склеишь Ну то есть Они не понимают Что все склеивается Это отношение Это не горшок Вот И они начинают Иметь силу Уже звонить Человеку Общаться с ним Но Не слишком глубоко То есть он звонит Говорит Я тебя люблю У нас все хорошо Прости И Как бы Надеюсь Что Взаимно Как бы У нас все наладится То есть Быстренько поговорил И положил трубочку Но Уже есть сила Сказать что-то хорошее Но у этого человека Силы нет Дальше Человек молится Что дальше происходит У него Начинает меняться Отношение к тебе И потом Когда ты полностью Все эти три стадии Три планки Разбиваешь То в этом случае Все восстанавливается Как в сказке Как будто Ничего и не было Плохого Но часто люди Даже первую планку Не могут пройти Они просто идут На поводу того Что происходит То есть Другими словами На время можно влиять Это же время создало Вот эту ситуацию Понимаете Часто люди думают Что не время Это он создал ситуацию Вот это и есть Три этапа Победы над судьбой На первом этапе Человек чувствует Что кто-то виноват В его проблеме На втором этапе Он начинает понимать Что у него есть Какая-то проблема А на третьем этапе Он точно знает Что именно он Должен всю эту проблему Преодолеть Вот женщина Мне подняла руку С вопросом Рядом сидит муж И она мне доказывала Что он во всем виноват Почему? Потому что она в этом убеждена Когда человек Получает влияние Время и плохое Это плохое влияние Время и вызывает боль В сердце у человека И боль Лишает разума человека В отношениях с кем-то В результате кажется Что он Только он во всем виноват Все Больше никто не виноват Это означает Что у человека нет никаких сил Бороться с временем Потом Мы с ней общались И она постепенно Вдруг раз Неожиданно сказала Ну что Олег Геннадьевич Работать над собой Ну то есть она поняла Что вина также есть И у нее Чуть-чуть Но все равно понимаете Я не могу насильно Заставить человека Поменять Своё восприятие мира То есть нужна Внутренняя работа Конечно кто-то Может со стороны Как-то повлиять на ситуацию На время А потом если человек Не работает над собой Она опять возвращается Назад и он виноват во всем Я ни в чем не виноват На самом деле вообще Никто ни в чем не виноват Просто у нас есть жизнь И Господь через близкие отношения Ставит нам экзамены В виде людей Если я считаю всех виноватыми Значит я их никогда не сдам Если я чувствую Что я тоже виноват Я начинаю сдавать Когда я чувствую Только свою вину Я принимаю судьбу И с этого момента Начинается победа над судьбой Я виноват во всем Если я это чувствую Это значит Что я держу Судьбу в своих руках С этого момента В молитве Эта вина Начинает проходить И я просто вижу Что все хорошо Все поменялось Вот эта вот способность Воспринимать время правильно И бороться за свою жизнь Через молитву Она приходит человеку В результате знания И эта способность усиливается Только в том случае Если человек А вы садитесь У нас есть много Свободных мест Садитесь И вас обязательно Пропустят И все будут счастливы Вас пропустить На свободное место И вас тоже Садитесь То Или вы Это понятно Проходите Садитесь Очень много Свободных мест Все будут рады Вас пропустить Чтобы вы тоже Посидели Видите Видите Чтобы увидеть Сергия Увидеть Серафима Саровского Увидеть Мать Терезу И так Почувствовать На третьей молитвой останавливается процесс, на второй с помощью друзей, отношений, а на первой с помощью своих сил. Уже на третьей он не сможет без молитвы ничего остановить. Но когда человек находится на четвертой стадии, Бог ему дает знание, что не надо тебе там работать, у тебя сейчас будет другая работа, еще лучше. Или от тебя уйдет муж, но это правильно, это хорошо, и она успокаивается. Потому что Господь на четвертой стадии, когда человек победил судьбу, показывает ему, приоткрывает будущее, показывает, что это для тебя супер, беда вот так на жизнь. Это в сердце возникает, такое чувство. У человека никогда не бывает в жизни, чтобы что-то происходило плохое для него. И все, что происходит для него, это супер всегда. Но просто он об этом не знает, у нас не хватает знаний. Человек должен дать возможность тому, кто может победить судьбу, побеждать судьбу. Но это возможно, если я буду заниматься им, а он будет заниматься мной. Чтобы начать служить тому, кто связан с Богом, чтобы у тебя такое же мышление было, для этого нужна помощь тех, кто это делает. То есть, понимаете, есть объект поклонения, к которому я стремлюсь, а есть те, кто помогают мне туда прийти. Те, кто помогают, они должны звуки показывать мне настроение, с которым я должен это делать. А я должен очень внимательно слушать этот звук, и так же, как он, как этот человек, которого я слушаю, молиться. Лучше всего, чтобы молитва была одинаковая. Может быть, и разная. Может быть, даже в разной традиции, если вас вдохновляет кто-то, а вы хотите в этой традиции жить, а вас вдохновляет другой. Можно даже так, все равно будет результат. Что надо делать, кроме как молиться, чтобы уходить в голову? Можно биться головой об стену. Молитва — это сверлить дырку. Когда, понимаете, есть два способа действия. Есть деятельность умом, когда человек пытается узнать разные способы обойти ситуацию. Но времени не обойдешь. Вот сколько ни обходи, оно все равно тебя догонит. Понимаете? Это необычный случай. Потому что время действует прямо внутрь человека. И для того, чтобы его нейтрализовать, нужно действовать также изнутри. Когда человек молится, он действует разумом. Разум способен побеждать время, выводить его изнутри, из сердца, выводить потом дальше из отношений, из того человека, который не портит жизнь. То есть, что такое молитва? Я повторяю одно и то же. Связываюсь со святостью. Источник света действует на меня. Все сильнее, сильнее, сильнее. И выводит. Ну, то есть, и нейтрализует полностью влияние времени. Если человек вообще не врубается, о чем речь, вообще просто совсем не понимает. Не понимает, как я буду отдавать себя святому человеку, как я буду жить для него, и как это заставит Господа самому решать мои проблемы. Он не понимает это. Тогда есть другие способы, которые будут давать понимание, как это происходит. Такими способами являются аскезы. Вот, допустим, в судьбе есть подъем. Человеку трудно туда идти. Но аскеза увеличивает силы идти туда вверх. Я приведу вам пример. Аскеза – это самый простой способ, как бороться с судьбой. Легче всего, без слишком большого понимания. Я в детстве очень сильно страдал от того, что родители ругались, отец пил, и мне было очень плохо. И я просто уже не знал, что мне делать. Мне не надо было какой-то выход. И я интуитивно начал просто обливаться ледяной водой под душем. Когда я обливался ледяной водой, мне становилось легче. И я начал это делать каждый день. Потом я начал бегать босиком по снегу, в плавках. Ну, то есть я увеличивал силу этой аскезы, то есть влияние холода. Потом я обнаружил, что не только холод дает возможность избавиться от страданий. Я обнаружил, что такую же возможность дает, если сидеть неподвижно неподвижно или находиться в неподвижном положении тела долго, тогда тебе становится легче. Ты как будто бы изнутри побеждаешь то, что на тебя влияет. Так же пост делает то же самое. Ты просто не кушаешь, и постепенно у тебя внутри становится легко. То есть легкость появляется и страдания от события ослабевают в результате той силы, которую ты противопоставляешь ему внутренним вот этим поведением. Потом я заметил, что когда человек соблюдает режим дня, рано встает, вовремя кушает, вовремя ложится спать, то у него появляется также дополнительная сила, потому что он гармонизирует с энергией природы. То есть когда человек рано встает, он в гармонию с солнцем входит, которая его поднимает энергию вверх в это время. Когда он вовремя ложится спать, в гармонию с луной входит, которая успокаивает все вокруг, когда она восходит на горизонте. Когда он вовремя кушает, то солнце переваривает пищу за место него. Ну то есть, другими словами, это облегчает жизнь. Это тоже аскезы. Аскезы дают силы человеку побеждать судьбу. Есть аскезы в благости. Это обед, допустим, человек берет какой-то обед, что-то делать полезное. Это аскезы. Зарядка, допустим, или бег. Это все побеждает судьбу с помощью увеличения силы, возможности побеждать судьбу. Во время аскезы человек должен также совершать пожертвования. Это следующий этап, более сложный в понимании, но это тоже предварительный этап для победы над судьбой. Сама судьба при этом полностью не побеждается, но смягчается. Когда человек дает пожертвования, например, у него бизнес свой, и у него вдруг пошел бизнес таять, нет сил, как бы дальше обороты падают, он не знает, что делать. В это время он начинает кормить птиц, кормить людей, делать добрые дела. И когда он это начинает делать, то в это время у него смягчается сердце. Когда у него смягчается сердце, то происходит несколько интересных вещей в его жизни. Первая вещь. Он начинает видеть, с кем строить отношения в бизнесе. Вторая вещь. Он успокаивается по поводу того, что происходит. Ему легче переносить трудности. Третья вещь. Он начинает чувствовать, куда направить свои дела. И так далее. Понимаете, когда человек очень сильно напряжен тем, что у него все плохо, то есть от своей жадности страдает, тогда в этом случае его психика не способна понимать, что делать. Когда он начинает отдавать на фоне того, что он страдает, того, что у него мало, он еще отдает, в это время его отпускает. То есть пожертвование это такая сила, которая уменьшает горку. Ты вот идешь в горку, аскезу дает силу переодолеть ее, а пожертвование уменьшает горку. Но плоской землю не сделают. Плоской делает только отношение с Богом. Точно так же, как солнце рассеивает тьму, так и плохое влияние времени рассеивает служение Богу. Служение Богу возможно и другими способами, не только молитвой. Но молитва — это жемчужина среди драгоценных камней. Например, ты обходишь святое место, допустим, по часовой стрелке. Это аскеза, очищающая сердце, освобождает тебя от страданий. Или просто живешь в монастырской гостинице, ходишь на службу, на программу, на все, слушаешь лекции, эта аскеза облегчает твою жизнь от страданий. Страдания сгорают. Или ты ешь освященную пищу. Допустим, освящаешь пищу, готовишь, освящаешь, ешь. Освященную пищу — это сгорают страдания от этого. Или ты подчиняешь себя старшему. Ну, просто подчиняешь себя старшему. Интересно знать, что есть два способа влиять на человека влиять на судьбу человека. Первый способ, когда я живу своей жизнью, на меня влияет моя судьба. Но если я беру за кого-то ответственность, на меня влияет также судьба этого человека. Чтобы вы знали. Когда человек подчиняет себя старшему, то тогда сила старшего сжигает его судьбу. когда человек подчиняется и предается старшему святому человеку, преданным становится, эта преданность сжигает его судьбу. Так устроено в этом мире. А? Как сжечь себя? Это не тот огонь, который человек сжигает. Это огонь, который сжигает препятствия в жизни. Это полезный огонь. Не вредный, а полезный. Это все равно, что очищение воды в кране происходит. Фильтры поставили? Фильтр может уничтожить воду? Нет, он просто ее очищает. Вашу жизнь никто не сможет уничтожить. Вы вечные. И вот о том, как душа начинает действовать вопреки влиянию времени, опять Ярослав Климанов поет следующую песенку, которую тоже очень поучительно, познавательно послушать. Молитву имеется. Время плохо влияет. Время плохо влияет. Есть надежная защита. Нужно только стойким быть, ведь что вы с нами, что надежную не убить, и огнем не выжить память. Память — это основа победы. В памяти все происходит. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но так как мы не понимаем, что естественные желания в этой неестественной среде, не в духовной среде, в которой душа должна жить, и в материальной, эти естественные желания превращаются в врагов. Первый такой враг называется стремление к личному счастью. Скажу вам по-другому немножко, а потом вы поймёте, как это всё соединяется. Этот враг называется вожделение. Ну что такое вожделение? Вот, допустим, в отношениях, даже в интимных, ты можешь служить своему близкому человеку, а можешь наслаждаться им в это время. Это прямо противоположные вещи, абсолютно противоположные. В первом случае эти отношения возвышаются, даже интимные отношения, а в втором случае они становятся жестокими и разрушают отношения. Или, допустим, любовь. Ты хочешь любви к себе. Это разрушает отношения. Это называется вожделение. А когда ты хочешь служить любви близкого человека, это подвиг. Представьте, служить любви близкого человека. У него же любовь тоже нечистая. Она на половину из вожделения соткана. Он хочет наслаждаться тобой, а ты чисто относишься к этому поведению его. Как женщина говорила, как я могу ему это позволять. Мне не нравится то, что он со мной делает. Потому что никому не нравится, понимаете. Когда человек хочет эксплуатировать мужчина женское тело, пока ее влечет к нему, она испытывает от этого счастье. А в тот момент, когда она перестает привлекаться этим человеком, это называется изнасилование уже, понимаете. Чувствуете разницу? Или нет? А он совершает одно и то же действие. Он пытается наслаждаться женским телом мужчин. Но в первом случае это приносит счастье. А во втором это называется изнасилование. Но где гарантия женщины, что вас всегда будет влечь к своему мужу? Такой гарантии нет. Вы когда женитесь, выходит замуж, бывают периоды, когда вас не влечет. И вам все равно надо с ним ложиться в постель. И в этот момент вы чувствуете себя отвратительно. Вы ужасно себя чувствуете, потому что вы чувствуете, как будто вас используют. То же самое, когда женщина капризничает и эксплуатирует психику своего мужа. Пока мужчина испытывает от нее счастье, это называется любовью. А в тот момент, когда у него пропадает чувство вот этого влечения к ней, она ведь не перестанет эксплуатировать мужскую психику. Потому что она не может без этого жить. Ей же нужно наслаждаться его судьбой. Для этого она вышла замуж. И в этот момент она начинает вызывать в нем, как будто она его насилует. Но не физически, а психически уже. И люди, когда начинают чувствовать, что это насилие происходит, они просто расходятся, говорят, извини, у нас несовместимость. На самом деле эта несовместимость возникла с самого начала отношений. И эта несовместимость означает всего лишь непонимание, что такое любовь. Потому что в этом влечении к человеку или желании личного счастья от человека никакой любви нет. Любовь означает служить человеку. И эта возможность появляется только при контакте со святостью. Потому что человек сам не знает, что такое любовь. Ему нужно это показать. Нужно повернуть время вспять. Нужно повернуть, нужно, чтобы на него духовное время начало действовать. Потому что в материальном времени мы все влекомы только личным интересом. Материальное время нас приводит к страху за свое существование, за свое счастье. И поэтому человек постоянно думает о себе. Ему надо дышать, ему надо есть, ему надо развиваться, ему надо жену, детей. Понимаете, это все настраивает на себя. Когда человек соприкасается с возвышенной личностью в этот момент, он становится свободным в какой-то степени от необходимости поддерживать себя. Он забывает о еде, о своем теле. И он начинает думать в аспекте духовного времени. У него появляется сила служить близкому человеку, отдавать себя, прощать, просить прощения. И даже воспитывать близкого человека с любовью, это тоже служение. Вожделение разрушает определенным образом психику человека. То есть вожделение, первое, что оно делает, оно разрушает волю. Вот, допустим, два человека, молодой парень и девушка, они влюбились друг в друга, начали наслаждаться друг другом. Сразу возможности развиваться, как личности у обоих тают. Потому что увеличивается счастье, которое приходит просто соприкосновение с человеком. Когда мне хорошо просто с человеком, зачем мне рано вставать, зачем мне соблюдать режим дня, зачем мне молиться, зачем мне аскезы какие-то совершать. Иногда парня так расслабляет с девушкой, что он бросает работу, начинает употреблять наркотики. Это так действует вожделение. Мы сейчас говорим о первом враге человека, потому что их шесть. Они, каждый, проистекает один из другого. И если вдруг вы заметили, что после замужества ваш молодой человек испортился, он стал хуже. Он до этого был хорошим парнем, он бегал там, спортом занимался и вообще. А сейчас он просто дома слоняется, сидит в компьютерные игры, играет, ничего не хочет делать. Почему так произошло? Потому что его поразил первый враг человек. Что это за враг такой? Это такая сила, которая меняет состояние разума. Человек начинает думать, что и так все хорошо, зачем париться, зачем напрягаться. Когда женщина попадает под влияние первого врага человека, она начинает больше спать, больше расслабляться. И в конце концов становится очень печальной, капризной, обидчивой и несчастной. Когда мужчина попадает под влияние первого врага человека, он начинает только о женщинах думать и о сексе. Постепенно это его приводит к выпивке и к вредным привычкам. Кто бы не попал под влияние первого врага человека, или вожделение, или желание наслаждаться жизнью, не трудясь, а просто наслаждаться ей и все. Когда человек попал под влияние этой силы, то у него теряется совесть сразу же. Например, классический пример это любился муж в другую девушку. В чем заключается совесть мужчины? Совесть мужчины связана с его семьей. Для него совесть это чисто и правильно вести себя перед детьми, перед своей женой, перед родственниками. То есть совесть для человека олицетворяют его родственники, его близкие люди. Ну вот человек влюбился в девушку, мужчина. Дальше что происходит в его отношениях с женой, с детьми, с мамой и так далее? Что происходит? Он становится бессовестным. Он говорит, да что вы не понимаете меня, это и есть моя любовь, вот я к ней стремился всю жизнь. А с ней я жил просто так. Я не понимал, что у меня не было ничего с ней хорошего. Я сейчас только понял, когда вот этого человека встретил. Так он говорит. Так говорит ваш муж. Молтит. А вот это вот современная психология так говорит, что сначала надо возлюбить себя, а потом возлюбишь ближнюю. Когда человек возлюбит себя, он уже больше никого не возлюбит потом. Зачем ему кого-то еще любить? Вы говорите про чувство собственного достоинства? Про что? Я говорю про праву или в Ивангелии. Так там говорится возлюби ближнего как самого себя, а не возлюби себя как ближнего. Причем это Ивангелие? В смысле как? Так нет, там говорится возлюби ближнего как самого себя. Причем перед? А надо в этом разобраться. Кто со мной говорит? Я не вижу вас. Встаньте. Кто со мной говорит? Ага, садитесь. Спасибо вам большое. Сейчас я вам все объясню. Любовь, она всегда имеет два берега, понимаете? Она не может быть только в одном ключе. Ну то есть, любовь всегда между кем-то происходит. Между одной личностью и другой. Это любовь. Понимаете, когда человек, допустим, говорит и разлюбит себя, означает тоже две личности. Одна из этих личностей ему просто незнакома. Дело в том, что внутри нас есть представительство Бога. Оно называется совестью или ощущением счастья или чувством собственного достоинства. На самом деле у человека нет никакого собственного достоинства. Достоинство всегда это оценка другим человеком. В данном случае мы говорим об оценке Богом нас. Смотрите. Когда, допустим, я какой-то хороший поступок сделаю, и сердце у меня приходит благодать. В сердце. Я чувствую счастье оттуда. А это не форма гордыни, что я сделал хорошим поступком? Может быть форма гордыни. То есть вы можете загордиться хорошим поступком. Но Бог, он все равно будет счастлив. Загордитесь вы или нет. А вы можете это счастье отвергнуть и сказать, а я тут ни при чем, это ты и все как бы. Но все равно при этом достоинство будет чувствоваться. Потому что Бог вас оценивает хорошо, и вы чувствуете, что это хороший поступок. Но можете при этом сказать себе, что я тут ни при чем. Это нормально. Поступки абсолютно, да. Это остается у нас на все, на века, в нашей памяти, в нашей жизни. У меня есть одно предложение к вам. Я могу ответить на несколько ваших вопросов. Но если вы хотите, чтобы я читал только для вас лекцию, я не смогу этого сделать. Можно я конкретизирую, пожалуйста? Не, не надо, я сейчас просто открою эту тему, она очень важна. Понимаете, и возлюбить себя – это противоположность правильному пониманию вещей. Потому что человек должен всегда любить кого-то. Когда человек пытается любить себя, означает, что он хочет жить для себя. Потому что любовь всегда направляет жизнь куда-то. Если человек живет для других постоянно, служит другим, то Бог всегда ему подчеркивает сердце. Ты молодец, действуй так дальше. И вот это чувство, что я хороший, оно будет постоянно происходить. Это и есть, вот это можно перепутать с чувством, что я себя люблю. Но на самом деле это ничего общего со себелюбием не имеет. Человек действительно должен пытаться чувствовать собственное достоинство правильно. Он должен жить для правильных поступков. Он не должен хотеть, чтобы сердце его не любило того, что он делает. С этой точки зрения полюбить себя правильно. Ну то есть имеется в виду, надо делать то, чтобы сердце было спокойно. Но это опять не любовь к себе, это просто оценка тебя Богом. Просто мы не можем себя с Богом различить. Вот, например, приведу пример. Вы, допустим, расстроились и кричите. Я больше не могу так жить! Кому вы кричите? Человек не может кричать никому. Это невозможно, потому что мы сотканы из отношений. Вы кричите Богу в сердце в это время. Искренне кричите. Или вы говорите, все! На этом все закончено! Кому вы говорите, никого вокруг нет? Или, допустим, я бываю так, что Бог, Господь будет человека, кстати, знаете? Он будет его реально сам. У меня были несколько случаев в жизни, что я попросил жену меня разбудить, она забыла. А Господь в сердце ее голосом говорит, вставай, уже прошло 20 минут. Ну, там я днем лег, прилег отдохнуть. Я встаю, потом подхожу, говорю, спасибо. Она говорит, а я не будила, я забыла. Я потом вспоминаю голос, он отличается от голоса жены. Он более добрый, он очень уважительный. Отличия есть, понимаете? Ну, это духовное отличие, не то, что у меня с женой плохой голос. Я говорю о абсолютных качествах. Я провожу анализ, вижу, что это Господь мне сказал, потому что я знаю об этом, что так бывает. Ну, то есть, когда человек делает добрые дела, у него на сердце хорошо. И это можно перепутать с тем, что ты себя любишь. Себя надо не любить, а уважать. Надо уважать в себе желание делать добрые дела. Злой, добром, всегда было относительно. Я вас предупредил, что я не буду с вами всю лекцию проводить, потому что у вас есть одна проблема. Вы находитесь в состоянии вызова по отношению ко мне сейчас. А это бесполезное занятие, понимаете? Когда человек в вызове находится, он не сможет понять того, кто дает знания. Даже вот само слово я сказал, дает знания, вас уже передернуло. Это кто такой тут дает знания? Ну, то, что вы согласны, это еще ничего не значит. Потому что, вот если бы я, допустим, подошел к своему духовному учителю и сказал, я согласен вас слушать, вряд ли бы он что-то сказал. Потому что общение возможно только в атмосфере любви, а не в атмосфере согласия. Согласие создают деловые отношения. Но я сюда не для деловых отношений пришел. Я общаюсь с людьми, которые в бурю, в пургу прибежали послушать меня. А я прилетел из Киева им что-то сказать. Понимаете, у нас близкие отношения, другие совсем. У нас 100% будет тысячу вопросов ко мне. Но я не смогу вам посвятить всю лекцию. К сожалению. То есть вы пораньше ушли с работы, чтобы попасть на лекцию. Вас уволили с работы. А может быть, вам лучше было в это время просто доработать до конца? Но у вас на сердце не очень хорошо. Значит, Бог по-другому считает? Он же конечная инстанция, а не вы. А вы можете извиниться перед начальством, прийти и сказать, что я больше так не буду? Видите, уже пошло, 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 время по-другому начало действовать. То есть это не четвертая стадия. Я тоже так заметил. То есть они сделали глупый поступок. Пошли на лекцию с работы. В то время, когда всех увольняют с работы. Это все равно, что встать на лекцию и пойти с операционного стола. Ну, то есть это опасный поступок. Может, все-нибудь выводится изнутри. Хотя лекция сама по себе, это здорово. Но вопрос, откуда или женщина рожает, узнала. Олег Геннадьевич приехал, бежала с роддома. Олег Геннадьевич по дороге родила. Недовольная такая. Олег Геннадьевич, я же на лекцию побежала. Почему я по дороге родила, а не в роддоме? Ну, потому что надо смотреть, как действует время. Иногда на лекцию пойти хороший поступок, а иногда, может быть, не очень. Отрезвели немножко? Нормально? Итак, видите, моя беседа о первом враге человека вызвала у вас бурю реакций. Приведу вам примеры своей жизни. Мы разбирали врагов человека. Не буду говорить, какой враг. Не буду говорить, чтобы вас не вводить в искушение. Но мой наставник собрал своих учеников, и мы разбирали врагов человека. Каждый выбрал показать своего. И потом он нам сказал, у вас у всех хорошо получилось. Вы показали все правильно, делайте выводы. И у нас возникло внутри протест. У всех, я потом спрашиваю, у всех возник протест внутри. Так наставник вскрыл у нас этих врагов незаметно. Точно так же моя беседа о первом враге человека вызвала у вас интерес. Иногда даже вопросы такие, как бы, тогда делайте вывод. Потому что враг всегда в сердце человека бунтует, когда его осуждают. Понимаете, враг человека, он живет в разуме и захватывает разум. И меняет философию и представление о жизни у человека. Вот, допустим, если я говорю об измене, и те, кто изменяют сейчас, они чувствуют что-то не то. Леонид Геннадьевич не до конца понимает эту тему. Это означает ли они вот этого врага, потому что у него своя философия, он по-своему все понимает. Или, допустим, человек бросил близкого человека, повлиял вот этот вот враг, первый человек, разрушил семью. И человек говорит, я не бросил, а ушел. А когда человека бросают, он говорит, меня бросили. Вот сколько раз встречался с этим, человек не может признаться, что он бросил. Он говорит, мы расстались. Понимаете? Так действует этот первый враг человека, он запудривает мозги. Он не дает глубоко понять себя. Он заставляет. Поэтому враг. Враг означает сила, влияющая на разум. Поэтому в древней культуре очень боялись попадать под его влияние. Люди очень внимательно следили, где любовь, а где вожделение. Они хотели победить в себе это вожделение, потому что опасно под его влиянием находиться. Это разрушает все вокруг. Вот, допустим, девушка говорит, я не могу понять, кого мне Господь дал. Я вообще не чувствую никакого счастья в отношениях с этим. Человек. В это время она искренне верит, что это так. И причина, почему она так чувствует себя, потому что она попала под влияние этого врага, вожделения. Единственное, чего хочет от этого человека, чтобы он наслаждал ее. Ни о каком счастье речи вообще не идет. Счастье означает служить человеку, потому что счастье — это духовная реальность. Когда человек существует сейчас. Сейчас существовать можно только служа кому-то, потому что когда человек ждет служения, он находится в будущем, а не сейчас. Он направляет свою мысль в будущее. Это называется состояние страсти. А когда человек уже не ждет служения от кого-то, он попал в прошлое. Он разочарован. Это называется невежество. А благость или счастье — это когда человек сам служит, и в этот момент он соприкасается с духовной энергией. А духовная энергия приводит человека в настоящее время. Именно в настоящем времени вход в духовную реальность. Когда человек начинает в настоящем времени жить счастливо, постоянно служа, 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 в это время он с духовной реальностью все сильнее и сильнее соприкасается. И все больше счастья у него в сердце. Время по-другому начинает действовать, оно разрушает все преграды. Итак, вожделение — это сила, которая приводит человек к беспокойству. Если вы чувствуете беспокойство в сердце постоянно, так действует вожделение. «Самара, городок, беспокойная я, беспокойная я, успокойте вы меня». Беспокойство в мужской психике проявляется как напряженность. Мужчина беспокоится, напряжение внутреннее входит в состояние напряжения и снимает его сигаретой и выпивкой. А женщина беспокоится с помощью эмоций. То есть она чувствует эмоциональную неустойчивость и она решает эту проблему с помощью общения. Звонит, говорит, «Вы подружки как-то, давай полюбить». «Вы меня немножко, мне не хватает». И подружка ее полюбит немножко, и она успокоится. Ну ладно, слава богу. То есть вожделение разрушает жизнь. Пока человек прикован к себе слишком сильно, он думает о себе, он постоянно страдает, он несчастен. Вожделение разрушает жизнь таким образом, что оно лишает человека любви настоящей. И первое проявление вожделения в современном обществе — это одиночество. Потому что 50% мужчин и женщин сейчас не женаты. И причина только одна. Они не могут вырваться из этой мечты. То есть когда человек в вожделении находится, у него жизнь превращается в мечту. Он думает, когда же придет в мою жизнь вот это вот счастье, любовь, чтобы я купалась в заботе, во внимании, чтобы я наслаждался женским телом постоянно. И когда человек в мечте живет, когда он с реальностью сталкивается, что все люди эгоисты, а когда женщина сталкивается с мужским эгоизмом, то она теряет возможность любить, отдавать что-то. Точно так же, когда мужчина с женским эгоизмом сталкивается, он тоже теряет эту возможность. Женщина говорит, поцелуй меня качественнее. Как Олег Геннадьевич говорит в лекциях. С любовью, нежностью и саботой. В это время мужчина вообще не хочет ее целовать уже никак. Ни качественно, ни некачественно. Так действует вожделение. Заснула камера просто. Когда говорим о вожделении, все расслабляются. Но приводит к лене. Вожделение приводит к лене. Видите, даже камера упала. Да, вожделение приводит к сонливости человека, к лене, нарушению режима дня. Этот враг в мужском теле больше выражается как похоть, а в женском теле как лень и обидчивость. Часто женщина обвиняет мужчину в похоти. Говорит, ты что такой похотливый у меня? Постоянно лезешь на меня. Не даешь мне нормально жить. Замучил меня уже. Но на самом деле вожделение в семье имеет два полюса. Оно не бывает с одной стороны только. Если мужчина мучает женщину, это значит, что женщина слишком расслаблена. В сильно расслабленном женском теле появляется очень сильное притяжение. Сильное желание пользоваться им. И мужчина вот так пользуется женским телом. Женщина же расслаблена, означает, что она пользуется удобствами, которые муж создает. Ведь на улице в пургу не расслабишься. Чтобы квартира была, надо, чтобы кто-то работал для этого. Наверное, я сегодня как-то скучно читаю лекцию. Интересная тема, нормально? Вы не разочарованы? Просто я чувствую, как-то вы приумныли немножко. Давайте, может быть, я... Сонливость, хорошо. Сейчас будем разгонять. Итак, мы двигаемся дальше. С этим врагом человека, я думаю, чуть-чуть понятно. Все понятно, ясно не будет. Эту тему надо серьезно изучать. Какие-то вопросы есть? Да? Да. Как можно служить, когда тобой пользуются, да? Но служить означает, что прощать человека, понимаете? Вот, допустим, может ли близкий человек не пользоваться тобой? Не может. Потому что не пользоваться тобой может только святой, понимаете? Вот если в ведах говорится, что если мужчина рядом с голой женщиной сидит, с разведкой женщиной мужчина сидит, и у нее не возникает никаких эмоций к ее телу, притяжения, влечения, желания наслаждаться, значит, у него в сердце нет и тени греха. Он святой такой человек. Понятно? Вы из-за святого замуж не выйдете, потому что он не будет жениться, ему это не надо. Теперь понятно, да? Женятся только те, у кого есть влечение к женскому телу. Раз у него есть влечение к женскому телу, значит, надо дать ему возможность пользоваться в какой-то степени. Это не значит, что всегда и везде. Мужчина обнаглеет и начнет извращениями половыми заниматься. Это будет ужас. Это будет просто ужас, а не жизнь. Какой-то ограничитель должен стоять, понимаете? Но знайте, что его необузданность возникает от вашего настроения внутреннего. Если вы настроены на духовную жизнь, психика мужчины успокаивается. Каждый человек должен, прежде всего, думать о своих проблемах, а не проблемах близкого человека. Вы услышали меня или нет? Относительно. Служить. Как служить? Надо начинать с алтаря. Потому что пока вы не начнете с алтаря, вы не поймете, что такое служить. Потому что служение — это подвиг. Это ты как будто в пропасть шагаешь. Это перешагнуть через себя, другими словами. Но, понимаете, сейчас человек не может это сделать, потому что надо поменять механизм жизни сам. Ну тут надо крайний ключик повернуть, понимаете, в сердце. Ну то есть человек это может сделать с помощью кого-то только. Если вы служите святыней какой-то, у вас в сердце появляется такое желание внутреннее просто сказать близкому человеку добрые слова. Понимаете, это называется служить. Это желание, оно бескорыстно по природе. Не потому что вы ждете взамен его добрый, сможет, он никогда не скажет ничего взамен. Он просто говорит ей все, и вам спокойно внутри. Вы ничего не ждете назад. Это означает бескорыстие. Ну понимаете, человек не может без взаимности жить. Вот вы сказали, допустим, ему что-то хорошее, а он ничего не ответил назад. Он почитал, да-да-да, все правильно, я такой. Вот, то есть он эгоистически к вашим словам отнесся. Если вы в это время контактируете со святостью, то вы не реагируете. Это называется бескорыстие. Почему вы не реагируете? Потому что вы в взаимности с Богом находите. Это он вам дает счастье, а вы его раздаете вокруг. Как лампочка, она горит для всех. Она что-то назад просит или нет? Солнце светит, назад что-то просит? Нет. Мы просто им пользуемся. Это называется бескорыстие. Но оно возможно, если питается человек божественной силой. В это время он может быть бескорыстным. Когда эта подпитка закончена, тогда бескорыстие тоже имеет ограниченную природу. Поэтому вы помолились, у вас какое-то время есть бескорыстие. Потом опять начали ругаться. А постепенно в жизни человека все больше Бога божественного в жизни появляется. И он может служить, служить, служить всем постоянно. И постоянно радоваться жизни. И это и есть высшая цель жизни человека. Понимаете? Ради этого человек родился, чтобы таким стать. И когда он попадает в это бескорыстное пространство, в следующей жизни ему уже не нужно человеческое тело. Он рождается или на высших планетах, где жизнь совсем другую природу имеет. Или вообще в духовный мир уходит, где жизнь ведь вечно. И вечно соткана и счастье, и служение. Но вот то, что я сейчас вам сказал, это вообще непонятно. Но именно об этом человек думает, когда он родился на свет. В раннем детстве человек очень хочет именно туда, в духовный мир. И он мечтает об этих чистых отношениях, чистой любви. Поэтому мультфильмы все из этой чистоты сотканы. Нормальные мультфильмы. Где все радуются, смеются, служат друг другу, заботятся. Понимаете? Это детская мечта означает мечта души. Потому что, когда судьба не сильно действует на человека, душа в это время, человек похож на сам себя, на душу. Поэтому детей так любят, что в них душа очень сильно просвечивает. Они очень похожи на душу, и у них также мысли духовные у детей. Они чувствуют смысл жизни из сердца прямо. Но объяснить это не могут. Продолжение следует...